Вячеслав, расскажи своим подписчикам, как прошел твой сегодняшний день. У тебя сегодня день рождения. Ребзя, как все офигенско было. У меня сегодня днюха, вот мне целые шарики подарили, прям гелевые. Вот, ими, кстати, подышать можно в случае, чего ржачно потом будет. Вот, и, но я этого делать не буду и не призываю. Это опасно, вот, не повторяйте этих трюков дома, делают профессионалы. В общем, короче говоря, сегодня мы отпраздновали мой вчерашний день рождения, но вчера был шторм, угроза наводнения, сегодня все отлично, погода отлично, солнышко светило. У меня сбылась главная мечта. Я хотел в Нью-Йорке первый свой день рождения справить максимально в дружеском мне коллективе, в моих максимально близких людей, вот, и это произошло. Вот, здесь мои самые близкие в Нью-Йорке друзья собрались. Дальше, я хотел отметить день рождения в локации, вот, с видом на Манхэттен, да, но в то же время я думал, ну, как вот в Нью-Йорке с видом на Манхэттен, и чтобы барбекю там, и чтобы костерчик, и вот это все, вот эти зонтики, беседки, посидеть там, столики, стульки, а вот есть, вы не поверите, есть такое место, вот, что можно и барбекю пожарить, и Манхэттеном полюбоваться, и, короче говоря, насладиться компанией приятных людей, вот, и это первая моя днюха в Нью-Йорке, ну, естественно, не последняя уже, вот, и мне так кайфово просто, меня так сейчас плющат от того, что и посидели, пообщались, покайфовали от локации, покушали шашлычков вкусных всяких, вот, спасибо Саше с Юлей, вообще прям, я в эйфории просто, и еще плюс, это еще вдогонку идет эйфория от того, что все-таки я в Нью-Йорке, а не в Мордоле, и вот от этого офигенско вообще, вдвойне, втройне, в дистерне, так что, все, кто смотрит этот видос из России, верьте в то, что у вас все получится, потому что, если очень захотеть, вот, как этот шарик, можно в космос улететь, а если долго мучиться, то, что-нибудь получится, я вот захотел, и добрый вечер. Нормальных людей мы здесь ждем, и всегда поможем, чем можем. Да, если вы сперва захотели в Америку, а потом подумали, что-то не хватает, а давай-ка я стану оппозиционером для вида, и с плакатиком постою, то, наверное, пожалуйста, таким путем сюда не приезжайте. И вы нам не нужны такие. Ищите другой способ легализации прохода через границу, вот, а так, все, кто оппозиционерок, те, кто борется с путинским режимом, пожалуйста, милость просим, ждем вас, вы нам нужны здесь, потому что у нас акции протеста, такие же, как в России, только свободные, вот, российского консульства, здания ООН на Таймс-Кир пешеходной зоне, у нас есть канал For Freedom in Russia, у нас есть канал Митинги в Нью-Йорке, мы занимаемся организацией всех протестных движей, оппозиционных людей собираем. Если кто реально там, реально сейчас находится под угрозой репрессий, и реально не знает, что делать, если у вас есть, если вы считаете нужным, и у вас есть такая возможность убежать из России, убегайте. Независимо в Европу, в Америку, везде у нас есть свои группы, которые мы можем у нас соединить, везде вам помогут. Еще раз говорю, но только тем людям, кто реально оппозиционер, реально борются с режимом. Мы не приветствуем и не будем принимать тех людей, которые были там за Путина, которые радовались Крым-нашу, а сюда приехали, хорошая жизнь, и потом думают, что я постоянно с плакатиками сделаю себе кейс. Такие нам товарищи и совсем не товарищи. А реальных наших друзья оппозиционеров, кто репрессирует, кто под репрессиями, welcome, мы вам поможем, чем можем. Замечательные слова, и теперь друзья поздравят еще раз Славу с днем рождения. Братан, еще раз с тебя с днем рождения. Первый, не последний раз, все будет нормально. Ты обещал. Спасибо от души. Ты тоже обещал. Все, ребята обещали, что у меня все нормально будет, все. Теперь им уже деваться некуда. С днем рождения. Ура! Пусть все получится. Счастья, здоровья, любви. Россия будет свободной.